здравствуйте друзья рад снова вас видеть на своем канале давно уже не виделись сожалению здоровья немножко меня подводят но не будем а грустным потихоньку прихожу форму и сегодня хочу представить вашему не баню небольшой обзор может быть еще немножко протестировал обо всем по порядку это у нас как видите новая линейка металликов от компании pacific 88 значит сейчас вот в наборе у меня 11 цветов но к сожалению одного цвета у меня нет давайте по ним пробежимся значит номер 30 это у нас яркое серебро номер 31 серебро номер 32 сталь 33 темная сталь 34 алюминий 35 алюминий авиационный вот здесь вот должен быть еще номер 36 к сожалению в магазине почему-то его не было если не ошибаюсь это яркий алюминий должен быть по моему так номер 37 сталь жженая синяя номер 38 сталь желтая фиолетовая номер 39 сталь жженая серо-фиолетовая номер 40 дюралюминий и номер 41 пушечный металл так называемый ган металл значит баночки в принципе у нас все стандартные вот в новом дизайне объем 18 миллилитров так и как видите здесь я сделал уже выкраски на ложках всех цветов здесь пока две ложечки то я потом расскажу почему ну и вот одной ложки здесь нет это вот алюминий оставил его мы сделаем сейчас потестируем вместе с вами заодно сравним сделаем выкраски вот этих двух металликов это у нас алюминий all-кладовский и алюминий а к интерактив вот ну сравнение может быть конечно не совсем корректно и поскольку все-таки это у нас и мали это у нас краски акриловые зерно на эмалях конечно она немножко поменьше и даже не проверяя могу сказать что результат скорее всего будут получше чем акриловые металлики но даже если данному производителю удалось хотя бы приблизиться к результату вот данных брендов то я считаю что это весьма неплохо вообще то что вот в последнее время происходит у пасифика меня так и не но в общем-то радует особенно новая серия от этой краски аэро на мой взгляд вполне удачная получилось во всяком случае вот грунтом я доволен вот эти металлики а вот когда задувал ложки в принципе тоже дуются без проблем вот не надо ничего не разбавлять просто хорошенько стал встряхнуть и залить в аэрограф и в принципе можно работать так ну давайте вот еще я зачитаю информацию которая здесь на написано дает производитель рекомендации к работе от дмитрия богданова для получения наилучшего эффекта наносить с помощью аэрографа сухими тонкими слоями при давлении воздуха полтора до пола полторы две атмосферы на сгрунтованную поверхность идеальным вариантом грунта является черная глянцевая подложка количество слоев нанесения подбирается индивидуально второе после полного высыхания краски 24 часа слегка отполировать чистой мягкой тканью не оставляющих не оставляющий волокон вот такие вот рекомендации дает нам производитель в принципе я постарался при задувании вот этих вот образцов эти рекомендации выполнить за исключением вот вот этих двух ложечек одну ложку точнее я задул так как рекомендует производитель вторую ложку я немножко дал более жирный слой таким мокрым слоем задул вот как видите не знаю заметно ли на камере разница вот но на глаз в принципе вот эта ложка получилось несколько более блестящий но здесь же появились ряд вылеза сразу проблем во первых появились небольшие кратеры после но не кратера такие вот большие точечки сейчас попробовал показать не знаю конечно отсвечивать небольшие точечки и кое-где краска немножечко дала трещину вот так в принципе покрытие очень ровненькая гладкая получил что здесь что здесь вот но здесь немножко вот на этом варианте немножко блеск на мой взгляд побольше получилось ну опять же в принципе здесь почему-то кстати произошло раты разрезка не я вот не совсем еще уверен возможно здесь и моя ошибка потому что задувал я это все дело на вот такие вот ложечки подготовлены вот ложки задуты таким краской глянцевой x1 отами вот и возможно недостаточного времени прошло после нанесения вот этой краски то есть она не до конца высохла но хотя в принципе там достаточно быстро сохнет но прошло если я не ошибаюсь где-то около часа на возможно это мало поэтому здесь немножко там где был жирный слой немножко краска разрезковалась но опять же вот может попробуем еще сделать повторить эффект на этих ложках сейчас уже достаточное время прошло они уже хорошенько высохли поэтому я думаю мы еще сейчас повторим с алюминием так ну что давайте наверное приступим ложечки вот я подготовил ну еще давать пару слов скажу что значит по цветам еще немножко в принципе вот в общем то достаточно неплохо на мой взгляд выглядит цвета но что касается вот этих цветов как бы вопрос вообще нет в принципе здесь более-менее все хорошо немножко меня смущает вот вот эти цвета поскольку вот я не знаю на камеру мне кажется они выглядят вообще одинаково напомню это у нас серебро сталь и темная сталь вот разница разница между обычной стали и темной стали ну честно говоря видно с трудом здесь не обращать внимание большая у меня тут . брызг брызги попали от растворителя вот уже перекрашивать не стал вот ну вот честно скажу я вот особо так разницы не вижу то есть на мой взгляд темная сталь должна быть немножечко потемнее так ну и вот принципе что-то у нас серебро и ярко серебро да тоже как бы особой разницы но здесь вот в принципе тут еще можно так вот разглядеть так когда немножко поярче вот эта ложка оттенок и немножко такой посветлее но опять же разница не очень большая на самом деле вот поэтому вот немножко конечно вот это вот странно на здесь у нас алюминий как бы ну точнее авиационный алюминий мы его потом сравним с обычным алюминием чем отличаются ну здесь в принципе здесь все вроде бы нормально от сталь жженая синяя действительно отдает синим оттенком и вот есть фиолетово здесь все четко как бы вопросов нет действительно один такой более синий второй более фиолетовый дают оттенок тут вроде бы все нормально так ну по серо-фиолетовый тоже вопросов нет достаточно тоже приятный на мой взгляд цвет тоже немножко отдает фиолетовым все как полагается ну дир алюминий вроде бы тоже вопросов нет принципе цвет действительно приятный такой вроде бы неплохо так ну что давать теперь вместе проверим как у нас дуется ложится самый распространенный металлик по которым обычно пользуется алюминий значит сейчас я на секунду прервусь подготовлю аэрограф краску и продолжим так друзья давайте продолжим значит краску я хорошенько сейчас заболтал в каждом бутыльке у нас я не сказал находится шарик слышать так заливаем в аэрограф буквально вот пару капель заливаю для ложки этого достаточно так немножко проверим краска идет ну что ж давайте попробуем нанести как нам рекомендует производитель легкий тонкий слой поехали вот что у нас получается после первого прохода ну немножечко у меня получилось не очень аккуратно в целом видно конечно что немножко зерно на мой взгляд конечно крупно но это в принципе мне кажется беда всех акриловых металликов вот но давайте продолжим пройдемся еще раз так ну что сейчас фокус у нас немножко вот что у нас получается в принципе уже получше смотрится вот блеск принципе присутствует но уже конечно не такой как от глянцевой черной краски но в принципе покрытие ровненькая без каких-либо дефектов ну давайте наверное еще дам немножко один слой на этом закончим все вот что у нас в итоге получается принципе ну на мой взгляд неплохо так это мы вот сделали как нам рекомендует производитель то есть тонкими слоями давать теперь еще попробуем сейчас сделать немножко пожирнее слои сделать сейчас я долью еще краски чуть-чуть то есть вот что мне опять же нравится еще раз повторюсь действительно серия air ничего не надо разбавлять заливаем в аэрограф дуется вполне нормально пока вот тестировал в принципе проблем нет никаких нет никаких забитий сопла ничего такого подобного не возникло так ну что продолжаем эксперимент наношу сначала такой легкий слой сделаю вот как видите первый такой слой полупрозрачный и вот у нас здесь уже три слоя вот теперь попробуем сделать немножко слой пожирнее наверно так сразу добавляю еще один чтобы получилась такая немножко влажная поверхность так сейчас фокус немножко ну вот мне кажется что в данном случае вот справа у нас такая вот я немножко по мокрее скажем да свои такие такие ложил и вот слева по рекомендации мне кажется чуть-чуть вот чуть-чуть справа конечно блеск побольше но в принципе это логично вот по качеству покрытия но вроде бы пока я разницы особо не вижу мне кажется достаточно неплохо легло но потом вот на камеру мне кажется вам будет лучше даже видно чем этот невооруженным взглядом на мой взгляд пока в принципе весьма неплохо давайте их отложим так сначала только я подпишу что это у нас что это у нас pacific 88 краска м 34 и здесь тоже самое так м 34 и здесь я подпишу что это мокрый слой вот так все оставляем наши ложечки еще подсохнуть как вы помните производитель нам рекомендуют еще их немножко полирнуть после высыхания но правда вы время высыхания написано 24 часа вот поэтому трогать мы их сейчас не будем так сейчас аккуратненько положу здесь чтобы они у меня просохли хорошенько так и возьмем еще пару ложек и сейчас задуем сделаем контрольные опять же выкраски вот этих двух наших красочек значит я пока прервусь прочищу аэрограф и потом вернемся и так друзья продолжаем давайте сделаем выкраску вот укладом краску я заболтал опять же сейчас попробуем чуть-чуть нам капнуть так немножко пролилось конечно не очень удобные банки вот и кстати к слову sky да в этом плане баночки с дозатором который вот пасифика конечно тоже плюс отмечаем так ну кстати по запаху и опять же не сказал в принципе наверное уже в принципе многие в курсе что продукция пасифика она в принципе идет без запаха то есть краски ничем не пахнут в отличие вот того же алкада вот уже еще даже не начиная красить уже чувствую запах такой идет приличный так ну убираю пыль немножко так и давайте попробуем сделать сначала опять же тонким слоем прохожу с первой вот здесь вот кстати не знаю как видно либо нет так немножко солнце тут вылезло мешает прошу прощения друзья так ну вот чуть-чуть буквально я думал и вот здесь в принципе видно что конечно помол намного мельче о эмалии конечно краска ложится получше ну в смысле вот эффект этого металла конечно более такой скажем так натуральный так ну давайте продолжим так ну вот наверное на этом я остановлюсь так свет что не мешал солнечный вот что получается давайте попробуем сравнить вот значит справа у нас это у нас оклад алюминий и слева вот видите pacific м34 алюминий вот pacific ну по цвету конечно они здорово отличаются вот но в принципе алклад конечно на мой взгляд поблескивает получше но в целом качество покрытия вот в общем то особых нареканий вроде бы не вызывает немножко что-то у меня попало ладно ничего страшного пылинка попал ну по цветам конечно здорово идёт отличие здесь вот больше к такому светлому алюминию подходит хотя тоже вот что на самом деле затрудняюсь сказать какой цвет здесь все-таки ближе к настоящему мне кажется все-таки вот этот оклад тоже немножко темноват что ли на мой взгляд для алюминия вот ну да ладно так опять же пока уберем эти ложечки пусть сохнут я опять друзья прерваюсь меняю краску и продолжим уже следующей краской следующий алюминий вот АК интерактив так друзья ну что ж продолжаем следующая у нас рюминия такая интерактив так опять же постараюсь чуть-чуть капнуть многовато конечно но ничего потом вылим краска атака в принципе на мой взгляд ничем не хуже алклада пахнет ну может быть чуть-чуть не так ядрено как алкладовка но тоже запах приличный так проверяем все красочка идет сдуваем пыль и начинаем наносить так ну вот первый слой видны небольшие еще такие вот непрокрасы вот но смотрится конечно вот Алек шикарный так ну давайте продолжим постараемся сделать однотонную поверхность вот ну наверное достаточно я считаю получился неплохой результат так смотрим что у нас даже у меня получилось немножко это вот у нас алклад так я не подписал сейчас давайте чтобы не перепутать значит вот это у нас ложка это у нас ALC номер цвета 101 101 так а это у нас АК 479 АК 479 вот значит что у нас получается в сравнении АК Interactive и Алклад в принципе по цвету достаточно похожие получились цвета вот немножко может быть АК красный цвет немножко даже еще темнее то есть он такой ближе может быть все-таки к стали уходит вот но это на мой взгляд так и возвращаемся к нашей так как показать то вот их все три и наш Pacific вот что мы имеем то есть это у нас алюминий м3 м3 4 это у нас уклад там и акашный вот ну что могу сказать в принципе еще раз повторюсь сравнение конечно вряд ли будет корректно все-таки это у нас акрил это акрил эмали тут по-моему ну очевидно где будут преимущества хотя должен сказать что мне нравится тот результат который дает вот эта вот новая краска Pacific 88 вполне приличные металлики ну немножко вот есть непонятки с оттенками на мой взгляд но в целом по использованию по тому как краска ложится вот в принципе я правда боюсь трогать не знаю высохла нет ну вроде бы прошу прощения вылез я за кадр вроде бы более-менее она уже подсохла то есть не липнет во всяком случае но трогать ее сейчас полировать я не буду ничего вот то есть дам просохнуть так и давайте как я обещал сравним найдем наш алюминий яркий который точнее алюминий авиационный это у нас м35 так м35 вот наша ложечка и смотрим вот обычный алюминий и алюминий авиационный м34 и м35 вот кстати кстати вот наверное что могу сказать что скорее всего вот сравнивать нужно вот эти вот три цвета то есть то есть скорее всего вот здесь у нас и написано на вот вот этих эмалевых красках у нас алюминий и там и там и здесь алюминий но вот эти краски поскольку все таки больше они под авиаторов на мой взгляд все таки основная аудитория то здесь скорее всего вот именно имелось ввиду авиационный алюминий и в принципе вот вот как видите так где-то у нас 35 вот номер 35 то в принципе вот и 35 номер более-менее по цвету как раз неплохо так попадать ну может быть чуть-чуть он по светлее давайте я вот еще еще поближе покажу сравнение вот с алкогом ну конечно вот немножко мне кажется все таки зерно немножко заметно все таки у акрил у акриловых красок но тут уже как бы на мой взгляд таковой технологии тут сложно что-то сделать но то что хотя бы приблизиться к тем результатам которые у нас дают эмали я считаю что очень очень достойный результат вот еще раз значит повторюсь во первых ну мне мне понравилась эта серия новая и металлики и обычная но обычную краску не пробовал грунт пробовал отличный грунт мне понравился металлики мне тоже понравились буду обязательно дальше пробовать на мой взгляд очень существенный такой весомый плюс это для тех у кого есть проблемы с запахом вот у кого есть маленькие дети там и животные или вообще ну есть непереносимость вот этой химии всей то вот этот вариант пасифика я считаю ну просто отличный вот краска ничем не пахнет опять же разводить не надо прекрасно дуется то есть уже готовая к применению через аэрограф да забыл совсем сказать давление все на всех образцах что я задувал давление у меня сейчас стоит полторы атмосферы так что на мой взгляд очень удачная краска получилась вот ну посмотрим кто следит за новостями вот на странице недавно в контакте пасифика там проскальзывала информация что вроде бы что-то там еще с металликами готовят и были какие-то даже некоторые снимки базы сравнения с ну и там и с металликами с окладовскими то что там вообще очень вариант близкий но не знаю если конечно ребятам удастся приблизиться к этому результату с помощью акриловых красок то конечно снимаю шляпу но пока вот в принципе даже то что у нас есть на мой взгляд весьма неплохо так друзья ну что на этом наверное это все что я хотел вам рассказать если будут какие-то у вас вопросы либо может быть еще какой-то эксперимент провести подписывайтесь в комментариях вот а я на этом с вами прощаюсь всего доброго спасибо за внимание до новых встреч всем пока 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 я